Доброе утро, мои ученики, дорогие! Сегодня вы работаете со мной. На 108 страничке открываем учебник. И с помощью этого урока вы просто освежили все в памяти. Сегодня мы с вами поговорим о неправильных глаголах. Это еще один кусочек, последний самый кусочек прошедшего времени, который осталось нам изучить, чтобы мы с вами полностью разбирались в прошедшем времени английского языка past simple. Мы с вами уже говорили, что в английском языке существуют правильные и неправильные глаголы. Правильные – это те, которые поддаются правилу, то есть добавляется окончание «иди», чтобы сделать слово в прошедшем времени, да? А неправильные глаголы – это те, которые не поддаются этому правилу, да, к ним не добавляется окончание «иди». So, please look at this table. Посмотрите на эту табличку. Мы сегодня с вами говорим о неправильных глаголах. Here you can see four verbs. Здесь вы видите четыре глагола, да? They are irregular. Они неправильные. Почему? Они не пытаются правил. Видите, у них нет окончания «иди». Что с ними происходит? Они полностью меняются в прошедшем времени, да? Было «go» – идти. В прошедшем времени стало «vent» – шёл. В настоящем «ride» – ездить, ride a bike. В прошедшем «road» – ездил. «Sea» – видеть. «Saw» – видел. «Hav» – иметь. «Had» – имел. Значит, неправильные глаголы нужно просто выучить как исключение в русском языке, как словарные слова, точнее, как словарные слова, да, в английском языке как исключение. So, look at these examples. Посмотрите на эти примеры. I went to a concert last night. Я ходил на концерт прошлым вечером. I went. «Vent» – стоит в прошедшем времени. Это глагол «go» – идти. «Vent» – ходил я. Ходил на концерт прошлым вечером. То же самое, как и с правильными глаголами, с неправильными глаголами происходит в отрицательных и вопросительных предложениях. Did you go to the party yesterday? I didn't go to the party. Мы с вами помним из правила, что если есть did, то у правильных глаголов нет окончания did, да, а с неправильными глаголами работает то же самое правило. То есть глагол остаётся таким, какой он есть, да, не меняется никогда. Did you go? I didn't go. Соответственно, если есть did, то глагол остаётся неизменным. Хорошо? Я надеюсь, что понятно. Let's do exercise number one. Первое упражнение давайте сделаем. Read and complete. Прочитайте и выполните. Вот глаголы, которые нам даны в скобочках, нужно поставить в прошедшее время. Здесь не только неправильные глаголы, здесь ещё и правильные глаголы. Правильный глагол, сразу запомните, это answer. Он относится к правильным глаголам. Вот эти три глагола, они неправильные, то есть у них будет другая форма. Girl и see вы можете найти вот здесь. А come и be, ну, be мы с вами знаем, что be – это быть, то есть в прошедшем времени. Как вы думаете, как будет в прошедшем времени? Вот вы мне сейчас сами решите, а потом проверим. И по поводу глагола come я сейчас напишу, как же выглядит его вторая форма. Я вот сюда вот подпишу, под табличку напишу come и вторая форма came. Вот, come, came. Окей, so now press pause, нажмите на паузу and do the task. И сделайте задание в тетрадочке. Просто напишите столбик 1, 2, 3, 4, 5. И напишите глаголы в скобочке в прошедшем времени, как вы считаете нужным, правильным. Мы с вами проверим. Когда сделаете, нажмите на play, и мы продолжим. Окей, welcome back. Добро пожаловать обратно. Let's check your answers. Проверим ваши ответы. У вас должно было получиться went, saw, went, saw. Да, вот сюда я сейчас напишу. со, со, вот это должно, да что ж такое, не хулигань. Так, у вас должно во втором было со, потом в третьем догадались, как будет был, be, быть, прошедшее время не был, was или were, да, мы с вами знаем. Was или were, я сюда тоже вот сейчас напишу. Be, это was или were, ну это мы с вами уже знаем. В четвертом, came, вот эта форма, да, вторая глагола. И в пятом, я вам сказала, что это правильный глагол, поэтому здесь у нас будет, мы добавим просто окончание и, di. Вот я сюда пониже напишу. Answered. Вот, вот так у нас получится. Let me translate to you. Давайте я вам переведу. Много здесь мы не знаем, сложный, относительно, конечно, сложный. Но можете попробовать сами перевести, поставить меня на паузу, а потом проверить, справились ли вы с переводом. Однажды мужчина пошел в кино. Перед ним он увидел женщину с собакой. Он был очень удивлен. Когда он вышел из кино, он сказал женщине шутку. Вашей собаке понравился фильм? О, да, сказала она. Но он думает, что книга намного лучше. Вот такая шуточка. Да? Женщина ответила тоже с юмором. Окей, хорошо. Поехали дальше. Exercise to. Let me erase all the notes. Давайте я сейчас сотру все пометки, потому что они в этом случае поедут все с нами дальше. Where did they go last weekend? Read and say. Попробуйте также самостоятельно сделать упражнение так, как считаете нужным. Если сложно, подождите, включите меня, и мы сделаем это упражнение вместе. I danced all night. The music was great. В скобочках feel. Нужно провести, и я танцевал всю ночь, и музыка была замечательная. Где это могло быть? На концерте, в зоопарке, в фанфэре, на ярмарке, or at the museum, или в музее. Конечно же, музыка у нас обычно на концерте, поэтому feel был на концерте. Как сказать? Фил ходил на концерт. Как будет идти? У нас go, а прошедшая форма went. То есть у нас получится feel went to the concert. Feel went to the concert. Let's read the second. I went on the big screen. It was really scary. Я ходил на... Как вы думаете, что такое? Big screen. Ужасный крик, большой крик. Это было очень страшно. Что может быть? Зоопарк, музей или парк развлечений? Fun fair. Парк развлечений, ярмарка развлечений. Конечно же, это fun fair. Значит, Grace ходила на парк развлечений. Grace went to the fun fair. Grace went to the fun fair. Я видел динозавров. Это что-то необыкновенное, восхитительное, фантастическое. Где же Дэвид мог видеть динозавров? А то же у нас осталось. О зоопарках. В музеях. Конечно же, в музее. Потому что зоопарков нету сейчас. Они не могут быть. Динозавров нет сейчас. Они не живут сейчас. Их нет в зоопарках. Они можно посмотреть только в музее. Значит, Дэвид был в музее. Ходил в музее. Дэвид went to the museum. I rode a camel. I had a really good time. Кейт говорит, я каталась на верблюде. Провела время очень хорошо. Где она каталась на верблюде? У нас осталось только зоопарк. Кейт went to the zoo. Кейт говорит, я каталась на верблюде. Номер 4. Четвертое. Listen and repeat. Мы с вами сейчас поговорим о правилах чтения буковки Y. Окей, let's do exercise number 4. Listen and repeat. Слушаем и повторяем. It's 4. Page 109. Listen and repeat. Did you like my yellow yacht? Yes, it was yummy. I liked it a lot. Попробуйте повторить. У нас с вами есть три способа прочтения буковки Y в зависимости от того, где она находится в слове, находится она под ударением или нет. Какие же три звука вы слышите? Подумайте. Какой звук? У-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Звук Й. Май, звук Ай. Ямей на конце И. Давайте же посмотрим, что это за правило. Как же нам определить, когда у нас Ай, когда И, когда И. И под ударением, в середине слова, или в конце слова под ударением, как в слове Най, будет читаться Ай. Рай, тайп, райм. В середине слова и в конце слова, просто здесь не указано, в конце слова тоже, как у нас в учебнике с вами, вот здесь вот, в слове Най тоже. Здесь у нас с вами один слог, ударное, гласное, она под ударением на конце слова Ай. Без ударения в конце слова. Если она в конце слова, на неё не падает ударение, то звучит и САНИ, ПАНИ, РЕЙНИ. А в начале слова, перед гласной, будет Й. ЕС, ЕЛО, ЙУ. Да? Звук Й. ЕС, ЕЛО, ЙУ. В начале слова, перед гласной, вот гласная, вот гласная, вот гласная, перед гласными, звук Й. Пятый номер сделаем с вами. Нужно, как обычно, мы с вами очень много уже делали подобных заданий, каждый модуль у нас с вами типичные задания. Нужно распределить слова по столбикам и по звукам. Пожалуйста, сейчас я вам прочту все эти слова и буду интонации указывать на ударение. Проставьте ударение, и если успеете, вы можете ещё и услышать, как же я произнесу буковку ВАЙ в любых словах, да, вот во всех вот этих словах. Поехали. ПА-ТИ, БАЙ. ЙОРТ, СПАЙ, ЕЛЛО, ВАЙ, РИЛЛИ, ЕАР, ФАНИ, РАЙМ, СТОРИ, ЕСТЕДЕЙ. Угу, хорошо. Теперь, пожалуйста, заполните табличку. Звук АЙ, звук ИИ и звук ЙОРТ. Можете ещё раз воспользоваться вот этим правилом, записать его в тетрадочку и добавьте, пожалуйста, к первому пункту, что в середине и конце слова. Можете поставить на паузу, записать и сделать табличку. Давайте проверим, что же вы записали. Со звуком АЙ у нас будет БАЙ, СПАЙ, ВАЙ, РАЙМ. Хорошо. Со звуком ИИ. ПА-ТИ, РИАЛЛИ, ФАНИ, СТОРИ. И со звуком ИИ у нас с вами будет ЙОРТ, ЕЛЛО, ЕАР и ЕСТЕДЕЙ. Вот здесь мы не трогаем, это другое, здесь уже идёт сочетание буковки А и Y. Поэтому мы про эти две буквы и про эту букву, в частности, не говорим. Окей. So that's it for today. Thank you very much for your attention. I hope you did well. Я надеюсь, что вы со всем справились. Спасибо вам за ваше внимание. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, родители могут мне написать. Выполняйте домашнее задание. Учите, во-первых, вот эти неправильные глаголы, вот эти. Потом глагол be was where и come came. Вот эти вот, то есть шесть у вас, получается, будет, я всё напишу. Окей. Thank you very much. Goodbye.